МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Говорит и показывает город-герой". Севастопольское информационное бюро. Первые новости города. В студии Марина Иванова. Здравствуйте. Севастополь и Волгоградская область заключили соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, культурной, социальной и других сферах. Документ подписали губернаторы Севастополя и Волгоградской области на одной из площадок Петербургского международного экономического форума. Важность события подчеркнул Михаил Развожаев. Его цитату приводит пресс-служба правительства Севастополя. Два города-героя имеют множество точек соприкосновения в социальной, культурной, экономической сферах. Волгоградская область – это регион с развитым агропромышленным комплексом. Большая часть его территории – это земли сельхозназначения. Здесь не только выращивают, но и перерабатывают сельхозпродукцию. В этом году в Севастополе начнется строительство оптово-распределительного центра, где продукция волгоградских аграриев и перерабатывающих предприятий также может быть представлена. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров отметил, что два региона связывают дружеские, долгосрочные взаимоотношения. Снова цитата. Вопросы межрегионального сотрудничества являются важной составляющей для всего Южного федерального округа. Задачи, которые мы ставим перед собой, направлены на повышение качества жизни людей, улучшение социально-экономической ситуации на территории субъектов. Уверен, что все договоренности, связанные с экономическим и гуманитарным развитием, вопросами патриотического воспитания будут реализованы на самом высоком уровне. Петербургский международный экономический форум проходит со 2 по 5 июня в Санкт-Петербурге. Во время его проведения запланировано подписание 320 соглашений между федеральными и региональными органами власти – бизнесменами. Стадион в Анкермане могут не сдать вовремя из-за задержек с подключением сетей. Об этом стало известно в ходе совместного заседания Комитета законодательного собрания Севастополя по образованию, науке, культуре и спорту и Комитета по городскому хозяйству. Напомним, в конце марта строительство стадиона в Анкермане было остановлено из-за планов железнодорожников проложить по полю новую ветку. После вмешательства губернатора проект железной дороги решили пересмотреть. В апреле строительство стадиона продолжилось. Объект планировали сдать в конце этого года. Оказалось, нет. Озвучить причину, почему социально важный объект введут в эксплуатацию с задержкой, решил директор единой дирекции капитального строительства Вадим Бабкин. Мы выезжали с вами на объект футбольное поле Инкерман, которое реальное строительство от 4 до 6 месяцев объектов. А водоснабжение, чтобы подключить, это будет, наверное, в районе года, потому что им нужно проколоть железную дорогу, получить спецтехоусловие на проход через железную дорогу и так далее. Вот это наша самая большая проблема с ресурсниками. При этом, по словам Вадима Бабкина, до того, как заключен контракт на строительство, специалисты профильных ведомств не могут заключить договор на подключение объекта к существующим старым коммуникациям. Наши сети все изношены и находятся в тяжелом состоянии, поэтому мы их фактически, присоединяя какой-то объект, делаем эти сети вновь. Парламентарии совместно с чиновниками правительства и специалистами ресурсоснабжающих организаций пытались выяснить, как можно ускорить процесс подключения сетей к объектам. В нашем городе таких площадок больше 20. Среди них и детские сады, школы, медицинские учреждения, спортивные комплексы. 23 объекта и, в принципе, вот на этом мы понимаем, что мы закончили строительство, вот эти объекты, мы на всю страну про причину, что мы выполнили объекты ФЦП, вот мы их водить не будем, завод, они не использованы, никто не будет ими заниматься, в результате получим ситуацию. У меня вопрос, кто виноват вообще, что такие проекты у нас вообще делаются и принимаются? Глава единой дирекции капитального строительства Севастополя пояснил, что изначально проектами предусмотрено подключение к коммуникациям. Потом проходит какой-то период времени, прежде чем мы выходим на стройку. И, соответственно, за это время, допустим, берем электрику, у них на подстанции, от которой они выдавали точку подключения, могут все мощности разобрать. И они не могут нам, соответственно, с этой же подстанции дать ту же самую точку подключения. Они ищут там другую или закладывают реконструкцию этой подстанции. По итогам обсуждения участники заседания решили отдельно проработать вопросы взаимодействия ресурсоснабжающих организаций и профильных структур власти. Дарья Юхновская, Денис Александрович, Севанфорумбюро. Капитальный ремонт 30 многоквартирных домов, среди которых 4 объекты культурного наследия, проведут за счет средств резервного фонда. На эти цели городам выделено 400 миллионов рублей. Как пояснил директор Департамента городского хозяйства правительства города Евгений Горлов, все проекты прошли необходимые для работ экспертизы. Все эти 4 УКН у нас прошли, все советы, все в наследии проекты разработаны с точки зрения УКН. Да, подняты справки с архива, фотофиксации, моменты восстановления, как он выглядел, то есть все это проработано. Речь идет о домах, располагающихся по адресам Большая Морская, 24, Ленина, 16 и 34, и адмирала Макарова, 17. Губернатор Михаил Развожаев настоял на необходимости представить каждый из проектов на архитектурно-художественном совете, чтобы детально обсудить дальнейшую судьбу лицевых фасадов зданий, исторический облик которых портят кондиционеры и оборудованные в современном стиле балконы. Провести встречу с собственниками многоквартирных домов и понять позицию, она, понятно, разная. С одной стороны, много лет все обсуждают, что надо, конечно, привести фасады центрального кольца в порядок, с другой стороны, когда ходят до дела, понятно, что возникает вопрос простой бытовой, что люди вложили деньги в кондиционеры, в какое-то условное благоустройство, и надо понять, как мы тогда здесь будем идти. Также Михаил Развожаев поручил рассмотреть возможные варианты компенсаций жильцам домов, являющихся объектами культурного наследия, которым по итогам обсуждений все же придется пойти на уступки. Понятно, что дом-памятник накладывает определенные обязательства в центре, но, с другой стороны, это и капитализация квартиры, она более дорогая, если этот дом выглядит с чем образом достойно. Поэтому вот эти все моменты надо будет обсудить. Евгений Горлов напомнил, с начала года по программе Фонда содействия капитальному ремонту в Севастополе было приведено в порядок 208 домов за счет средств собственников жилья. До конца 2022 года в Севастополе отреставрируют 54 многоквартирных жилых дома-памятника. Из них 4 намерены сдать до конца года. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности директора Фонда содействия к капитальному ремонту Севастополя Дмитрий Шпагин. Есть вопрос финансирования. То есть даже при составлении вот этой региональной программы, там есть объекты, так называемые, которые будет возможность у субъекта выполнить при наличии источника финансирования. То есть у нас источников финансирования основных два. Это собственно средства собственников, которые они уплачивают, так называемые котловые деньги. И это субсидии, которые, как правило, идут целевые в рамках отдельных программ. Еще на стадии проектирования фондом выполнялись изыскательские и лабораторные работы и испытания материалов, которые использовались при изначальном строительстве домов. Все для того, чтобы в ходе реставрации сохранить максимально аутентичный образ здания. Если это у нас каменный облицованный фасад с инкерманским камнем, значит это будет расчистка, докомпоновка, защита камня. Все. Если это штукатурные работы, значит это подбор состава идентичного историческому. В нашем случае на этих четырех фасадах в основном применены бесцементные смеси. То есть на известковой основе, соответственно, подбираются уже подобранные на самом деле. Аналогичные материалы, они будут применены при ремонте дома. Подробнее о том, какие технологии будут использовать при реставрации домов-памятников, отразится ли признание здания объектом культурного наследия на величине взносов в фонд содействия капитальному ремонту и сколько обычных севастопольских домов преобразится до конца. Смотрите в программе «Актуальное интервью». Севастопольские 11-классники сдают самый массовый единый государственный экзамен по русскому языку, который обязателен для получения аттестата о среднем образовании. В этом году ЕГЭ по этому предмету сдают более 2700 человек. Среди ребят есть и выпускники прошлых лет, которым нужно повысить оценку для поступления в желаемый университет. Экзамен проходит 3 и 4 июня. Совсем недавно они попрощались с родной школой и уже в начале июня вступают на новый путь. Начинается он с сдачи единого государственного экзамена. ЕГЭ по русскому языку пишут все выпускники, поступающие в высшие учебные заведения. 2722 человека. Процедура для ребят не нова. В пункт проведения экзамена они заходят только с паспортом, ручками, бутылкой воды без этикетки. Телефоны и другие личные вещи остаются в отдельно отведенном месте. Каждый тщательно готовился к написанию ЕГЭ. Но хотя выпускники проходили похожую процедуру сдачи экзамена в девятом классе, все равно переживают. У каждого свой секрет, как побороть волнение. Главное настроиться, думать только о хорошем, откинуть плохие мысли. И тогда все получится. В протяжении этого года усердно готовился, занимался дополнительно с репетитором, просматривал курсы, решал варианты. Поэтому считаю, что готов. Во-первых, родители помогали, а во-вторых, очень хорошие друзья, которые говорят, не нервничай. Все достаточно легкие задания, просто у нас очень хорошая учительница, она нас очень хорошо готовит, она вообще моя любимая учительница. Да не, я вообще не переживаю как-то. Русский – это, во-первых, наш родной язык, и в том вузе, куда я хочу поступать, то бишь на химку, он пригодится. Ну, практически каждый день писал пробник, и родители проверяли сочинения, а остальное все сам. Ну, и плюс у нас очень хорошая учительница, она нас тоже очень хорошо готовила к экзамену. В пункте проведения экзамена на базе 24-й гимназии ЕГЭ по русскому языку сдают 184 человека. Большинство из них закончили школу в этом году, но есть и выпускники прошлых лет. Да, я решила сдать получше и дополнительно сдать другие предметы, которые не сдавала в прошлом. Зачем? Чтобы поступить в университет. Синергия в Москве. Мы очень много прорешивала вариантов на сайте «Решу ЕГЭ». Мы с подругой очень много занимались, то есть к репетиторам я не ходила, но по сути я готова. На написание ЕГЭ по русскому языку отводится 3,5 часа. Ребятам нужно ответить на 26 заданий и написать сочинения. Экзаменационные материалы печатают в аудитории, а после окончания ЕГЭ сканируют. В школах проводились также пробные экзамены по русскому языку и математики проводились для того, чтобы уточнить пробелы, может быть, какие-то есть у детей. И была возможность, допустим, какие-то темы еще раз пройти, чтобы были прочные знания. Кроме этого, в школах есть дополнительные часы, есть неурочная деятельность, где дети также имели возможность заниматься и готовиться. ЕГЭ по русскому языку проходит в 12 пунктах проведения экзамена из 13. Каждый выпускник стремится сдать основной предмет на наивысшую оценку – 100 баллов. В прошлом году такие результаты показали трое севастопольских ребят. Уже не первый год школа и образовательная организация участвуют в этой работе. Все уже отработано. Специалисты проходили соответствующую подготовку заблаговременно. Мы получали соответствующие сертификации. То есть мы уверены, что в городе Севастополе все пункты сработают организованно. Результаты написания ЕГЭ по русскому языку станут известны 22 июня. Продлится период сдачи единого государственного экзамена до 17 июля. Маргарита Борисенко, Александр Устич, Севенформбюро. Севастопольский государственный университет получит субсидию на создание двух лицейских классов для профильного обучения и подготовки к вступлению в ВУЗ. Об этом в ходе заседания правительства города сообщила директор департамента образования и науки местного правительства. Это чтобы наши дети оставались в Севастополе и более ранняя профилизация шла, и они подступали в Севастопольский государственный университет и дальше оставались в Севастополе работать на наших предприятиях. Все помещения есть в университете, и поскольку мы планировали, у нас была субсидия дом научной коллаборации открывать, и мы уже подготовили помещение, вернее, сам университет подготовил, то здесь только идет перераспределение средств в части, касающейся госзадания. На эти цели намерены направить в 2021 году 931 тысячи рублей, в 2022-м 4 миллиона 63 тысячи рублей и в 2023-м 6 миллионов 649 тысяч рублей. Никаких бюджетных затрат это не потребует, потому что это наши же дети Севастополя, которые будут поступать в данное учреждение, и идет перераспределение просто денег, которые выделены по госзаданию на этих детей, и они будут распределяться в университет. Перенять опыт и интегрировать технологии гражданского воспитания общества. В Севастополе стартовала сессия городов трудовой доблести России. 2 июня на этой встрече собрались представители десятков регионов нашей страны, каждая со своими предложениями и взглядами на тему того, как продвигать идеи патриотизма среди молодежи, и впоследствии интегрировать их в систему образования. И тыл был фронтом – один из главных слоганов историко-стратегической сессии. Ее участники не устают повторять. Даже у городов, не находившихся на передовой Великой Отечественной, есть много своих героев. Тех, кто, не щадя своих сил у станков и производственных печей, ковал и собирал оружие победы. Не просто рассказать их историю, но связать с судьбами этих людей целые регионы. Задача здесь приоритетная. Мы говорим, например, о 1941-1942 год, когда произошла масштабная эвакуация. То есть предприятия, которые героически трудились в Казани, они были эвакуированы с разных территорий. То есть здесь должна быть обязательно связь и дружба. У нас же трудились, например, научные лаборатории. Ведь много получило, ряд наших ученых получили звание героев социалистического труда. Именно за те открытия, которые были сделаны в годы Великой Отечественной войны. Именно поэтому точкой сборки был выбран Севастополь. Город, где хорошо помнят о героях-защитниках и чтят свою историю. На шепот готовы перенимать и использовать для того, чтобы воспитывать молодежь в своих регионах. Любой из городов трудовой доблести сегодня интересен этим своим опытом. И будем общаться со всеми. Ну, Севастополь, безусловно, здесь в лидерах. И нам будет очень приятно познакомиться и воочию с его историей, и с его опытом продвижения этого бренда. Программа сессии насыщена. Организаторы решили отказаться от классического лекционного формата выступлений. И вместо этого отдали предпочтение мастер-классам, работе в группах. После мозгового штурма уже наработанные идеи оттачиваются и воплощаются в реальные концепции. Любая встреча плоха, если это просто встреча. Разъехались, все забыли. Мы хотим, чтобы здесь были выработаны конкретные предложения развития сферы патриотического воспитания, образовательные технологии, технологии развития туризма, которые могут применять по всей стране. Совместная работа продлится вплоть до 3 июня. После чего представители регионов вернутся домой с предложениями об интеграции собственных наработок в региональную образовательную программу. Кирилл Попов, Денис Александрович, Севинформбюро. Досрочно разорвать договор с оператором пляжа севастопольские власти теперь смогут даже из-за одного допущенного нарушения в ходе благоустройства объекта. Соответствующее решение приняли на заседании правительства Севастополя. Если есть хотя бы одно нарушение условий договора, то, соответственно, комиссия может принять решение о окончании договорных отношений с данным представителем. Эту норму мы включаем, просим рассмотреть и поддержать. Как пояснил губернатор Михаил Развожаев, востребованность такого нововведения сейчас очевидна. Часть операторов пляжей недобросовестно подошли к приведению в порядок вверенных им территорий. Договоры, которые заключены были на операторство, трактуются некоторыми нашими операторами достаточно вольно. И вместо пляжа мы там получаем торговую точку, наполненную, так сказать, таким странным содержанием. Поэтому, соответственно, есть определенные там правила и обязательства, которые они берут на себя при заключении договора по операторству. Ну, соответственно, будем за ними следить, в случае чего менять операторов более мобильно. В пятый раз в Севастопольском центре культуры и искусств открылся оперный фестиваль имени Леонида Витальевича Собинова. На сей раз он собрал на одной сцене ведущих солистов Москвы, Севастополя и Крыма, в исполнении которых любители оперы смогут оценить лучшие произведения мировой музыкальной классики. Моцарт, Чайковский, Рахманинов, Римский, Корсаков. Это далеко не полный список авторов, чьи творения представляют на суд публике участники Собиновского фестиваля. Объединяет произведения знаменитых композиторов одно. Все они связаны с родоначальником нашей литературы, которого по праву называют «Солнцем русской поэзии». Этот фестиваль в этом году посвящен творчеству Александра Сергеевича Пушкина, который для нас все. Пушкин для нас все. Поэтому все произведения, которые будут исполнены, это все на основе, литературной, поэтической основе Александра Сергеевича Пушкина. Неизменно зрителям напоминают о том, что фестиваль не случайно носит имя одного из крупнейших представителей русской классической вокальной школы, лирического тенора Леонида Собинова. Благодаря ему в нашем городе в 20-е годы прошлого века впервые были открыты оперный театр и симфоническая филармония. Он еще и возглавлял управление, ну тогда не управление называлось, а возглавлял структуру культуры в нашем городе. И безусловно развивать этот фестиваль в нашем городе нам просто сам Бог велел. Устроители Собиновского оперного фестиваля надеются, что в будущем рамки этих музыкальных встреч расширятся. Мы задумываем, чтобы этот фестиваль, а третьим мероприятием был конкурс вокалистов, естественно, нужно найти средства и, естественно, пригласить сюда членов жюри именитых певцов. В нынешнем году гостями фестиваля стали солисты музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко и новой оперы имени Колобова. Московские исполнители с радостью откликнулись на предложение побывать в Севастополе. Южный город, Севастополь с таким богатейшей культурой, с богатейшей историей. И, естественно, здесь публика очень теплая, очень приветливая. И нисколько я не разочаровался ни в один свой приезд, что публика всегда очень так тепло нас принимает. Я не в первый раз в Севастополе. Как певица я принимала участие во втором оперном фестивале в Херсонесе. И сегодня, можно сказать, второй раз как певица. Но, конечно, после того, как побывала на гастролях в Севастополе, стала приезжать сюда отдыхать. Просто как туристка. Очень люблю ваш город. Заключительный галоконцерт Пятого фестиваля оперного искусства имени Леонида Сонина, пройдет в СЦКИ 4 июня. В этот вечер на сцену выйдут лучшие солисты Крыма и Севастополя. Начало большой концертной программы в 18.30. Максим Давыдов, Анатолий Паньков, Севинформбюро. А к этому часу все. За развитием событий следите вместе с выпусками Севинформбюро. Телефон редакции 590060, а также мобильный, плюс 7978-931-31. Уточнить информацию или же оставить свою вы можете на нашем сайте ntsdfiz.tv.com. Ждите новостей. До встречи.